С добрым и недобрым утром Нью-Йорк. Шестая сессия из семи последних подряд открывается падением. Собственно, порадовал только первый день торгов в этом году и дальше началось погружение. Что мы наблюдаем? Падают индексы на открытие, акции распродают. Облигации тоже как бы. В общем, здесь, если говорить о гособлигации США. Здесь интересное интервью. Wall Street Journal взял интервью у главы Федерального банка Ричмонда. Напоминаю, что от Федрезерва сейчас ждут более активных действий, потому что они явно запаздывают, как считает рынок и считают эксперты, с ужесточением денежной политики. Как бы не упустили ситуацию из-под контроля. И вот глава ФРБ Ричмонда считает, что уже на мартовском заседании можно начинать поднимать ставки. Естественно, это сейчас одна из тем, которые на рынок влияют больше всего. Однако жизнь все-таки продолжается. Кое-что интересное тоже происходит. Например, в секторе видеоигр. Компания Take-Two Interactive. Знаете, удивительно, я, конечно, не поклонник видеоигр, но когда-то в 90-е еще даже успел поиграть в цивилизацию. Сид Мерса, не знаю, Талия это тогда компания была или нет, прошу прощения, если что. Но вот они покупают за 12,7 миллиардов долларов разработчика видеоигр Дзинга. Да. И это с 60-процентной премии к рынку, поэтому акции Дзинга на открытии сразу же подпрыгнули вверх. Но, смотри, даже еще не на 60% подпрыгнули. А вот Take-Two Interactive упал. Что вполне естественно. Мы же возвращаемся к общей ситуации на рынке, потому что мы долго отсутствовали по причине праздников. И сейчас мы будем нагонять. Поэтому с нами в студии Марк... Пардон, не в студии, а у себя. С нами на связи Марк Рубинштейн. Марк, приветствую вас с Новым годом, с новым счастьем. Счастье как-то пока не очень к нам, но мы все-таки будем его ждать. Итак, в чем счастье в этом непростом, возможно, противоречием, как обычно, году? Да, Данил, добрый вечер. Ну, счастье все мы ждем в 2022 году. Оно будет, я думаю, постепенно приходить там в разной степени к нам. А пока на рынке в январе, в общем-то, очевидно, как я и ожидал, в начале оптимизма не так много. Потому что просто нужно зафиксировать прибыль. Это главная причина. Очень сильно все подросло. Очень хорошо, очень был неплохой Крисмос ралли. И поэтому фиксирование прибыли сейчас на умах мышства управляющих. Ну, и есть для этого, естественно, поводы предпосылки. Смещаются ожидания, ближе к нам смещаются ожидания по первому увеличению ключевой ставки со стороны Федрезерва американского. И теперь ожидания уже показывают достаточно высокую вероятность увеличения ставки уже первого увеличения на марсском заседании. Очевидно, инвесторы видят это и фиксируют свою прибыль. Дальнейшая динамика здесь уже, конечно, сложнее, потому что с экономикой все очень-очень неплохо в Америке. Она бурно растет. И я думаю, что отчетности, которые мы увидим на этой неделе, начнут отчитываться американские банки, дальше уже другие крупные компании. Их прогнозы, это самый важный, чего ждут инвесторы. Я думаю, что они будут достаточно оптимистичными. Если посмотреть на прошлую неделю, которую очень многие пропустили по причине праздников, но кто-то наблюдал, я наблюдал, радовался. Во-первых, рекордное количество вакансий в Штатах. Во-вторых, очень низкая безработица, ниже 4% она опустилась. Причем количество созданных рабочих мест, он как бы это не совсем подтверждает. Но Федрезерв обращает больше внимания на именно другой отчет по безработице, по опросам. Там действительно все выдающееся. Что касается сезона отчетов, конечно, это самое важное. И то, что мы видим, например, есть недооцененные секторы. Во-первых, это нефть, что радует, и она даже радовала, только не нас, радовала, к сожалению. Но вот американские нефтяные компании, они в отличие от большинства других росли, и там оценка, по-моему, в районе 11 годовых прибыли в среднем, то есть гораздо ниже рынка. А то, что мы видим, оценка рынка все-таки сейчас немножко выросла, причем выросла выше средних значений, что плохо является и для акций роста, и для акций value тоже. Потому что, с одной стороны, акций роста, мы уже не ждем такого роста прибыли, хотя прибыль остается все равно, маржа остается вполне приличная, в районе 12%. Компании все равно зарабатывают прибыль, экономика хорошая. Но вот банки, у них была рекордная, ожидается рекордная прибыль, отчитываются в эту пятницу. Станет ли отчетность крупнейших американских банков, там и Сити, и JP Morgan, и Bells Fargo, каким-то интересным моментом, такой рэперной точкой, от которой можно оттолкнуться? – Думаю, не станет. Я думаю, что то, что будет в отчетности, все уже спрогнозировано и понятно. И вопрос здесь, конечно, в тех прогнозах, которые будут озвучивать банки на предстоящий год. Я не думаю, что они будут их сильно корректировать в сторону увеличения или в сторону снижения. Они, скорее всего, останутся теми же, что и примерно теми же, что они транслировали, когда у них были звонки с инвесторами по результатам третьего квартала. То есть ничего больших изменений не будет. Соответственно, не будет это триггером точно для роста, для распродажи, скорее всего, тоже нет. Сейчас основные вещи – это, безусловно, ожидание роста ключевой ставки, когда оно произойдет и каким быстрым оно будет. Это самое основное. А то, что прибыли в этом году, по крайней мере, в первые полугодия будут очень неплохими, это инвесторы понимают. Но это все уже в цене. Большая часть этого в цене. И, как справедливо заметил, очень недорогие сейчас выглядят акции некоторых секторов. В частности, банковский сектор не такой уж дорогой. Коммунити, сырьевой сектор, да. По сравнению с акциями роста, технологическим сектором, они в 2-2,5 раза дешевле по мультипликаторам оцениваются. И поэтому здесь, я думаю, что перспектива в этом году, в 2022 году, у этих секторов все-таки получше. Я думаю, технологический сектор может притормаживать в целом в этом году, то есть не показывать такую опережающую динамику. Марк, давайте вернемся к недооцененным компаниям. Мы знаем, где самые недооцененные компании располагаются. Они не так далеко, все у нас. Теперь в Казахстане. Да, вот я хотел, просто сняли с языка мою молитву. Итак, стоит ли на наших обратить внимание, мы знаем геополитика про Авидбал, и что вообще вы ожидаете там с волатильностью рубля? У нас-то, в принципе, процентные ставки уже давно повышают. Да, да. Сейчас, если говорить о российских активах, то основное, конечно же, это внимание к геополитической ситуации. И прежде всего переговорам, которые проходят в Женеве сегодня, завтра в Русселе. И, собственно, ну, очевидно, здесь никаких прорыв, я думаю, не будет с точки зрения договоренности. Но сама риторика и тональность результатов в поле задуманных переговоров, если она будет положительная, а я ожидаю, что она будет положительная, есть к этому там ряд предпосылок, она может быть положительным фактором. И, прежде всего, для рубля, ну и для российских акций и облигаций в целом. Прежде всего, для рубля, потому что я думаю, что рубль, вот его ослабление, которое мы видим, оно было связано, во-первых, с низкой ликвидностью, то есть у нас, в общем-то, там рубль торговался, но большинство участников рынка не участвовали в этом деле. Сейчас уже будет серьезное, так сказать, определение курса рубля, и я еще раз говорю, я думаю, что рубль должен сейчас часть позиций еще больше отыграть и укрепиться там в район 73-74 рублей. Марк, ну вот то, что мы наблюдаем в начале года, если уже мы не говорим в целом о рынке, а об отдельных его частях, то еще раз убедились в том, насколько и почему, собственно, рискованные развивающиеся рынки, что волатильность может резко вырасти, когда угодно, хоть перед Новым годом, хоть после Нового года. Вот стоит ли делать нам ставочку, я не знаю, насколько глубоко вы погружены в казахскую тематику, ну, на какие-нибудь там казахские активы, либо нам своих хватает? Нет, я, в общем, достаточно погружен в эту тему, если можно сказать, давно знаю этот рынок, в общем-то, его неплохо знаю, и мой ответ – да, сейчас отличная возможность, потому что в целом Казахстан отличается очень хорошими макропоказателями, и макропоказатели, они, соответственно, не пострадали после этих беспорядков. Ну, очевидно, будет там дополнительная нагрузка на новые социальные расходы, на которые, конечно, правительство пойдет. Но, учитывая, что суверенный фонд Казахстана 30% ВВП от казахского, то есть он, и это вообще мелочь, то есть у них очень большая подушка безопасности с точки зрения финансов, соответственно, госкомпании, все к чему это, госкомпании казахские, в том числе банки, они, на мой взгляд, вот на этой коррекции выглядят вполне привлекательно. Спасибо вам большое, Марк, удачи вам в новом году, как и всем нам. Собственно, на этом мы отключаемся, встретимся через два часа, с вами всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин